Кто самый старый человек на планете? Наш ролик в шортс на эту тему залетел на 18 миллионов. Сколько? 18 миллионов. Да ты шо, аху! И продолжает расти. И я подумал, что можно сделать расширенную версию топ-5 уникальных долгожителей. Факты. Для контраста, сейчас средний возраст человека 73 года. Но давайте не забывать, что еще 200 лет назад людям везло, если они доживали до 33 лет. Что касается эпохи неолита, люди почти не жили больше 21 года. Последние достижения медицины и технологий вывели уровень нашей жизни на совершенно новый уровень. Но мы отыскали людей, которые самостоятельно смогли раскрыть секрет нереального долголетия и кинули вызов природе. Всего в списке подтвержденных долгожителей около 100 человек. Я изучил их всех, и знаете, жизнь большинства была очень скучна. Ну типа родился, жил, умер. Но я для вас подобрал наиболее интересные случаи. Мы начинаем, а пока подпишись, у нас уйма интересного контента. Пятое место. Сейчас вы видите буддийского монаха Лонг Фо Яй, который завирусился в ТикТоке благодаря внучке, и про которого некоторые источники говорят, что ему 180 лет. Но на самом деле эта информация оказалась фейком, и он юнец, по сравнению с настоящим самым старым человеком, про которого я вам расскажу. А этой живой мумии по документам оказалось 109 лет, что на самом деле тоже очень даже прилично. Но на вид ему дают плюс-минус тысячу лет. Сейчас, конечно, больно, но маразм все лечит. Продержался он так долго благодаря здоровому образу жизни и медитациям. Но один из следующих героев этого ролика, наоборот, не особо-то и заботилась о собственном здоровье, и прожила гораздо больше монаха. 4 место. Харам Пал Синг – 119-летний мужчина из Индии, который до сих пор бегает марафоны. Бег он любит с самого детства и объясняет свою хорошую физическую форму дисциплинированным питанием. Он делает домашний чатни – это оригинальная смесь фруктов, овощей и пряностей и пьет воду с лимоном. Он воздерживается от топленого масла, жирных блюд, алкоголя и курения. Его занятия бегом принесли ему более 20 медалей и народную славу. Беда только, что власти не признают его возраст, у него нет свидетельства о рождении, вероятно, из-за того, что они не выдавались в отдаленных деревнях Индии во время рождения Сингха. Но у него есть ряд других подтверждающих документов, и он стал первым бегуном 106-10 лет, который успешно завершил марафон. 3 место. Она настолько давно живет, что застала строительство Эйфелевой башни, когда ей было 13 лет. Она была знакома с самим Винсентом Ван Гогом и даже продавала ему цветные карандаши. Она говорит, что он показался ей грязным и недружелюбным, а еще от него всегда разила выпивкой. Фехтовать она начала всего-то в 85, а на велосипеде ездила до 100 лет. А еще в 114 она снялась в кино. Самое удивительное, что в неделю она съедала почти килограмм шоколада и пила много портвейна, а курила вплоть до 117 лет. Ее звали Жанна Кальман, она пережила свою дочь и внучку и прожила до 122 лет. Оказалось, что практически вся ее семья дожила до 100 лет и, видимо, на генном уровне это передалось и Жанне. 2 место. А этому мужчине Мбагото 146 лет. Он пережил 4 жены, 10 братьев и сестер и всех своих детей. А также пережил такие события, как обе мировые, изобретение телевидения, появление автомобилей, самолетов и других различных инноваций, которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. В интервью с журналистом он говорит, что у него есть всего одно желание – уйти из этого мира, чтобы не создавать неудобства своим внукам. Он не может сам питаться и исправлять естественные нужды. Еще в 92 года он подготовил себе надгробную плиту, чтобы все было готово после его ухода. Иногда меня называют господин памятник. Но пока старухе с косой плевать на его планы. О секрете своего долголетия он говорит всего одно слово – терпение. 1 место. На вершине нашего топа расположился Ли Цин Юнь. И не буду томить и долго лить воду. Прожил он целых 256 лет. На самом деле официальных современных подтверждений такого возраста нет. Но старинные же записи показывают, что Ли действительно родился в 1677 году и скончался он только в 1933. Это подтверждало много очевидцев, несмотря на то, что выглядит это слишком фантастически. Большую часть своей жизни китаец провел в горах, занимаясь алхимией. Он собирал и потом продавал лечебные травы. И считается, что именно они – причина такого долголетия. Также он был преподавателем боевых искусств. Еще известно, что он практиковал специальные дыхательные техники, которые сейчас называются цыгун. За свою жизнь он был женат 24 раза. И так много жен не из-за разводов. Он просто их всех пережил. А также у него было 182 ребенка. Возможно, регулярные половые практики тоже одна из причин долгой жизни. Завидный жених. Повышенная пенсия. На лыжный подъемник пускают бесплатно. Те, кто видел лица Ньюна, описывали его так. Рост 2 с лишним метра, длинные ногти и румяный цвет лица. Всегда бодрый. А еще сказали, что сколько себя помнят, ли не менялся внешне и также дружил с их предками, которых уже давно нет в живых. Факты. В заключении хочется сказать, что цифры возраста – это не самый очевидный показатель старости. Наш топ показывает, то как мы стареем зависит от того, как мы живем. Например, Дилли Спрайс в 84 года прыгает с парашютом. Или вот, Чарльз Юкстер в 96 выглядит примерно на 75. Его секрет – три тренировки в неделю. Фрэнсис Данскомп работает моделью. А Джулия Кортес стала стендап-комиком. Активный образ жизни помогает притормозить процессы старения. Но из-за индивидуальности организмов все же не всем везет сохранить силы и ясность ума в преклонном возрасте. Пишите в комменты, как думаете, стоит ли оно того, чтобы жить до стольки лет, и жизнь ли это вообще? Субтитры создавал DimaTorzok